МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот подскажите, у меня такой доильный аппарат, а вот сейчас я вижу у вас другие новые аппараты. В чем их преимущество? У меня 10 коров, в принципе, меня устраивает. Данный доильный аппарат у нас разработан еще в Советском Союзе и до сих пор отлично продается. Но в этой линейке реализованные, скажем так, все основные недостатки этого аппарата устранены. Рост в использовании. По методу работы максимально приближен к ручной дойке. В числе основных преимуществ морозостойкость. Даже 40 градусов со знаком минус для него не страшны. Завод по производству оборудования для животноводческих ферм в Челновершинском районе идет в ногу со временем. Не на словах, а на деле доказывает. Отечественный производитель не уступает иностранным конкурентам. Хочу взять доильный агрегат для личного подворья. Потому что этот завод зарекомендовал себя с хорошей стороны. Его выпускают очень качественно. Отечественные доильные установки, они лучше, чем импортные. Я тут могу приобрести любую запчасть, приехать. А если с тем аппаратом, я не смогу приобрести. Сейчас в Челновершинске машиностроительный завод среди коллег лидер в регионе. Здесь изготавливают широкий спектр продукции. Она применяется как в профильных хозяйствах, так и в быту. Так сказать, товары народного потребления. Пластмассовые бочки, баки, ведра, канистры. Начинали с доильного аппарата. Потом освоили установку вакуума. Потом освоили тележки для перевозки бидонов. Потом вакуум-провод освоили. То есть постепенно по узлам мы начали выпускать уже полностью доильный агрегат АДСТОБ. Для доения 100 голов ведра. На предприятии не просто собирают доильные аппараты, но и производят практически все комплектующие для них. Закупают только электродвигатели и насосы. Раньше приходилось приобретать еще и шланги. Но сейчас этот вопрос решен. Вот в настоящее время закупили оборудование. Это идея у нас директора. У него идей очень много всегда. И, пожалуйста, смонтировали. То есть вот эти доильные шланги и ПВХ, разрачные, мы будем выпускать теперь сами. Вот так предприятие, работающее в военные годы на оборонку, перестроилось на мирные рельсы. За несколько секунд отливают сготовки. А в этом цехе собирают доильные аппараты с оперативной точностью, как автомат в армии. Сами делают ящики для тары. Упаковывают в каждое смазочное масло. Оставшиеся материалы активно вовлекаются во вторичную переработку. Как пример делают колеса для все тех же доильных агрегатов. Постоянно идет работа по совершенствованию и модернизации выпускаемой продукции. Улучшаются и технические характеристики. Осваиваются две модификации кормодробилки. Наша цель – постоянно развивать производство и постоянно освоить новую продукцию. Своими достижениями в аграрном машиностроении производственники из Челновершинского района неоднократно делились с коллегами и животноводами на специализированных выставках в республике Татарстан, Башкирии, Ставропольском крае и других регионах страны. Привезли новинки и на Паволжский агрофорум. Сегодня мы готовы представить вашему вниманию новые аппараты с сухим моноблоком. Вот, в данном случае Виктория. Это аппарат для доения двух кос одновременно. Это аппарат для доения коров. Также ударница – аппарат для доения коров. Из новинок здесь новые стаканы, силиконовая резина. Также сегодня мы готовы вам представить доильный аппарат «Дуэт» для доения двух коров одновременно. Здесь у нас установлен масляный агрегат, что позволяет наиболее качественно доить две коровы одновременно. Завод ждут глобальные перемены. Идут работы по реконструкции. Достраивают склад для готовой продукции и цех по мехобработке. В планах освоение новых технологий и выпуск изделий из полимерных материалов. Предприятие активно вовлечено во внутреннюю политическую и экономическую жизнь не только Самарского края, но и России в целом. И цели, поставленные президентом страны, по словам производственников, уже материализуются. Самым главным нашим приоритетным направлением – это реализация указа президента об импортозамещении. То есть мы включились в эту гонку, и наше правительство также нас отметило, пригласив на участие в одноименной выставке импортозамещения, которая пройдет в Москве. То есть мы этими аппаратами, вот этой всей линейкой, в полной мере выполняем указ президента об импортозамещении. «Скорые на помощь и точные в мелочах» – таким девизом можно охарактеризовать деятельность Самарской научно-исследовательской ветеринарной станции. Постоянный участник агрофорума, учреждения – давний и надежный помощник владельцев сельхозживотных и домашних питомцев. Именно на ее базе с несколькими лабораториями специалисты выдают точный анализ и полную картину заболеваний. Весь спектр услуг на ветеринарной станции оказывают с упором на опыт и возможности передового оборудования, исключающего фактор человеческой ошибки. Вирусы, бактерии, незаразные патологии выявят, проведут профилактику, предоставят рекомендации для предотвращения хворей в будущем. Почему мы здесь? Это такая площадка, которая дает возможность нам показать, что мы из себя представляем, и самое основное – помочь сельскохозяйственным производителям воспользоваться нашими последними разработками, которые в конечном итоге дают только экономическую прибыль. У нас в учреждении в этом году при научно-исследовательской лаборатории создана ветеринарная клиника, которая оказывает помощь нашим братьям меньшим, которые для нас являются как членами семьи. И это не самое важное, а самое важное, что эти братья меньшие являются переносчиками серьезных заболеваний. Вот здесь мы можем помочь с точки зрения профилактики, с точки зрения лечения. Ежедневный прием в клинике ведут два специалиста. Вот один из клиентов. Хозяева привели понурово с 10-месячного тойтерьера. Говорят, малышку часто тошнит, отказывается от еды и постоянно находится в угнетенном состоянии. С животного неоднократно снимали клеща. Специалисты ветеринарной станции после визуального осмотра берут у бедолаги кровь. Подхватила ли собака паразитарное заболевание, через считанные минуты определят в лаборатории. Опираясь на данные лабораторных исследований, можно поставить диагноз. И, соответственно, при правильной постановке диагноза уже назначается лечение, которое в дальнейшем проводится с последующей издачей анализов, чтобы посмотреть, как дало результат лечения. Есть такие заболевания, как хламидиоз, токсоплазмоз. Клинических признаков практически никаких у животных не наблюдается. И только это можно выявить ПЦР-диагностикой, именно исследованием крови у животного. Сотрудники Самарской научно-исследовательской ветеринарной станции, профессионалы высокого уровня, могут помочь любым видам наших братьев меньших. Вдобавок, после глубоких систематических анализов составят эпизотическую ситуацию в городском округе Самара. Агропромышленный форум не проходит без завсегдата в компании «Биогрант», официального дистрибьютора ведущих производителей зоотоваров в нашем регионе. Забота «Биогранта», чтобы скот Самарской области не мучили заболевания, а у фермеров из-за этого не болела голова. Для этого есть более трех тысяч видов лекарственных препаратов, кормовых добавок, витаминов и средств по уходу за животными. Новое введение этого года – продукция отечественного производства. Качество, мирового уровня, но с учетом специфики российских условий и со стабильной ценой. Агро-ветзащита, НИТА, тот же «Капиталпрок», как был на добавке кормовые, остались. Компания «Описан» появилась, вышла на рынок сельхозпродукцию. Фермеру, руководителю, ветеринару, работа стала намного гораздо проще, зная о том, что препарат всегда в наличии, независимо от таможни, от импорта. То есть в этом плане даже аграриям, животноводам работать стало намного проще. Кроме того, сотрудники компании «Биогрант» проводят большую работу на местах, выезжают к фермерам и в сельхозкомплексы. Дают консультации, проводят диагностику, составляют оптимальный рацион питания животных, проводят процедуры узкой специфики по выявлению скрытых заболеваний или, например, всегда востребованную процедуру – обработку копыт крупного рогатого скота. Нуждаются в помощи специалистов по той простой причине, потому что, во-первых, это нужно оборудование закупить, а оно себя порой не оправдывает, если на одно хозяйство купить. И второе, все-таки, каждый должен заниматься в своей узкой специальности. Большое предприятие или индивидуальный фермер, с каждым работа индивидуальная. Непременный принцип компании «Биогрант» – работать от потребности клиента. Фасовка была 50 килограмм частнику, которому личному подсобному хозяйству. Этого неудобно делать. В данный момент мы просим производителя, чтобы он произвел именно под нас, например, упаковку 5-10 килограмм, а порой и для частных хозяйств – 1,5-3 килограмма. К радости рыбоводов «Биогрант» теперь осваивает новое направление – обработку прудовых рыб как до, так и после заселения в водоем. И будь то пчела, рыба или поросенок, или корова, если «Биогрант» берется за их самочувствие, можно быть спокойным. Здоровье вашей живности – это их работа, и они в ней профи. Отремонтировать или купить новое – для многих сельчан это вопрос выгоды и качества. Вот в таком виде изношенные детали и узлы попадают в руки тех, кто способен вернуть их в работу. А вот такими они снова отправляются к заказчику, который, воспользовавшись услугами ремонтного предприятия, выигрывает и в сроках, и в цене. Мы всеми силами стараемся, в общем-то, хозяйствам помогать. Тем более, что новые узлы и агрегаты, которые могут приобрести сельчане, в общем-то, где-то процентов на 60-70 дороже, чем, например, у нас после ремонта. Если взять, например, гидростатический привод, он сейчас, значит, прислали сегодня новые цены, в общем-то, они где-то под 100-112 тысяч. У нас ремонт обходится где-то 1 треть, то есть 35-40 тысяч. О, о, лад! На выставке завсегдаты. Приезжают и себя показать, и со старыми друзьями встретиться. За 22 года работы со многими сложились тесные деловые отношения. Фирма занимается ремонтом гидростатических приводов комбайнов, дорожно-строительной техники, а также гидроусилителей руля-тракторов, гидроусилителей топливных насосов всех марок. Для сельхозпроизводителей, ремонтирующих технику в мастерских своих хозяйств, лад представляет запасные части на основе договоров прямой поставки с ведущими заводами-производителями. А еще здесь говорят, принцип «Готовь сани зимой» актуален и в наши дни. Техники сельчане закупают немало, в том числе и импортные, но случись поломка, ждать деталей за рубежа приходится 40-50 дней. Встраду такое недопустимо. Если бы сельхозтоваропроизводители, предприятия, фермеры зимой выявляли недостатки в своей технике, то есть то, что у них именно сломано, то, что не работает, они могли бы еще зимой нам заказать эти запасные части, мы бы их купили. Зимой они стоят дешевле, потому что заводы предоставляют скидки. И к лету мы могли бы всю технику отремонтировать. Качество и надежность, проверенное временем, полем и, конечно, самими аграриями. Все это в очередной раз представила на своей экспозиции компания «Агроресурс» постоянный участник Поволжской агровыставки. Презентует знакомые и уже полюбившиеся сельхозпроизводителям пылевые орудия и агрегаты. Взять хотя бы степняк. Этот культиватор загружает по полной десятки хозяев Самарской и Оренбургской областей. Пашет без устали на предпосевной обработке, по парам или после стерни. На выходе долгожданный эффект, повышающий рентабельность растеневодства. «Приобрели мы его совершенно случайно, но в итоге очень сильно не пожалели. Его преимущество – это очень ровное поле после него заделывать за счет два ряда катков, за счет того, что катки у него являются опорными, как опорное колесо. Это раз. Второй – очень хорошо он подходит после подсолнечника. Он катками перемалывает стволы подсолнечника и оставляет очень ровный фон после себя». Степняк – изделие Омского экспериментального завода Россельхозакадемии, эксклюзивным дилером продукции которого является Агроресурс. Компания также предлагает шедевр белорусского предприятия «Лид Агропроммаш» – зерноуборочный комбайн «Лида». Его ценят и охотно берут тех, кто собирает урожай по максимуму и умеет считать деньги. «Сразу понравилось то, что исполнение именно комбайна, именно внешний вид, характеристики очень понравились. Три барабана, обмолот очень нежной, можно сказать, культуры, и в то же время все до зернышка вымолачивает чисто, аккуратно, никаких дроблений». Производительная техника плюс качественный сервис. Работу любого агрегата на протяжении всего срока эксплуатации Агроресурс держит на строгом контроле, а обслуживание клиентов ежегодно становится мобильнее и эффективнее.